Пенсионерка из Дубасар создала мини-ботанический сад на своем приусадебном участке. На четырех сотках собрала растительную коллекцию из разных стран мира. Как цветет роскошный ордодендрон, королева зимних цветов камелия и другие экзоты, увидела ведущая программы «Шесть соток» Алла Горбатенко. Цветущие пионы отражаются в воде, почти как кувшинки Клода Мане. В этом небольшом пруду водяные лилии тоже есть, но пока без цветов. Ждут тепла. Впрочем, на участке у Нины Дмитриевны из Дубасар постоянно что-то цветет. Даже зимой. Морозники и вот эта красавица – камелия японская. Выносливые растения, которые могут жить на улице, можно сажать в землю. Оно цветет рано-рано, весной, в феврале месяце цветет. Да, вы что, даже в открытом грунте может расти? Да, этот сорт может расти. Рядом роскошные рододендроны, тоже все в цвету. Это растение родом с Дальнего Востока, считается еще той капризулей. И почву специальную подавай ему. И водой подкисленной поливать надо. А это скимия из Гималаев, тоже со своим характером. Ей обязательно пара нужна. Только тогда на кусте появляются ярко-красные ягоды. Хозяйка делится секретом, как ей удается приручить такую экзотику. В любом деле есть секрет, в каком плане. Что если ты все делаешь, как положено для этого растения, от А до Я, то есть эффект. Нина Дмитриевна в прошлом экономист. Увлеклась редкими растениями, как только вышла на пенсию. Выписывала саженцы по почте, привозила из Кишинева и Одессы. На вопрос, сколько всего растений сейчас на ее участке, пожимает плечами. Говорит, не считала. Разве измеришь в цифрах красоту? Хотя и стоит она прилично. Я сейчас была в Кишиневе 500-700 лей. Вот такой пион стоит? Да. Вот такой пиончик. Небольшой такой. Два года ему. С весеннего года через два, а не раньше. Нина Дмитриевна показывает одно из последних приобретений – куст Фатинии. Снизу листва зеленые, а верхушки красные. Прям как Приднестровский флаг. Подробнее о коллекции цветовода-любителей из Дубосар смотрите в программе «Шесть соток» 15 мая. В 7 утра. Алла Горбатенко, Владимир Погоня, Дмитрий Ягодкин, ТСВ. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok